доброго времени суток уважаемые ученики 6 класса а также подписчики и гости моего канала продолжаем изучать географию повторять вопросы параграфа 12 учебника видео урок 12 тема литосфера это раздел литосфера тема строение земного шара что там внутри пять вопросов под вопросом мы изучим и повторим 1 внутреннее строение земли 2 внешний слой земного шара 3 кора материков и океанов 4 изучение недор земли и 5 литосфера собственно слоистое строение земли и так приступим что же внутри земного шара каково его строение давайте представим земной шар в виде скажем тыквы или арбуза и сделаем вырез которые берут из арбуза как или из тыквы когда хотят узнать спелый он или не очень и так вынимаем из арбуза вырез среза его внутреннего строения слоистого строения первое что бросается в глаза наш земной шар имеет слоистое строение какие слои в арбузе если считать от поверхности то это зелено-черная корка или полосатая кожица белая корка и красная мякоть внутри нашей планеты тоже три слоя но на этом сходство с тыквы или с арбузом конечно же заканчивается что же можно сказать о слоях из которых состоит земля внутреннее строение земли такое начнем изучать его от центра в центре земли находится ядро конечно это несло ядро это шар размером поменьше земного его радиус составляет примерно три с половиной тысяч километров то есть 3500 километров что известно о ядре да практически очень мало почти ничего во первых что она есть во вторых что она очень и очень горячая температура предполагается там достигает 6000 градусов может даже несколько больше то есть это такая температура которая наблюдается также на поверхности нашего нашей звезды нашего светила солнца состоит земное ядро скорее всего из железа и еще оно твердое повторим в центре земли лежит твердое ядро радиусом около 3500 километров оно состоит из железа и температура внутри ядра достигает 6000 градусов второй слой который как плащ или как мантия со всех сторон покрывает ядро как бы укутывает ядро свое одеяло так и называется мантия это очень толстый слой его толщина то есть толщина мантии примерно 2900 километров почти 3000 без 100 километров 3000 температура в мантии тоже очень высока хотя здесь попрохладнее чем в ядре здесь температура около двух тысяч градусов по цельсию самой мантии выделяют также три слоя нижнюю мантию среднюю и верхнюю мантии нижняя мантия твердая а вот средняя мантия полужидкая как тесто именно в средней мантии находятся очаги вулканов запомните в среднем слое мантии находятся очаги вулканов а верхняя мантия твердая вот такой это вот интересный слой который называется мантия повторяем второй слой строение земли это мантия он имеет толщину 2900 километров температура привыше превышать ну примерно две тысячи градусов или около двух тысяч градусов и выделяет нижнюю мантию твердую мантию и среднюю или полужидкую мантию а также верхнюю твердую мантии внешний слой земного шара второй наш вопрос он как бы главный в нашем повествовании один из самых главных и это свою же очередь самый главный слой в строении земли и на поверхности этого слоя мы и существуем живем называется он земная кора значит земная кора земная кора надстраивается над мантией но надо сказать что толщина этого слоя не очень большая и в разных местах она дает разную цифру ведь если мы сложим ядро и мантию три с половиной тысячи километров и две девять в итоге мы получим шесть тысяч четыреста километров а у нас весь земной шар имеет экваториальный адрес 6378 километров что тут не так на самом на самом деле все нормально во первых о толщине того или иного слоя мы всегда говорили приблизительно или около так что результат сложения получается весьма приблизительный а во вторых третий слой он такой тонкий что ему можно бы было бы и не заметить если бы он не был прямо у нас под ногами кора на самом деле очень точное слово для описания этого слоя в самом деле представьте радиус земли 6300 километров а максимальная толщина земной коры составляет всего 80 километров то есть почти в сто раз меньше это даже не карак какая-то корка или кожица но термин земная кора введен уже много-много лет назад поэтому он стал привычным земная кора это определение которое устоялось и в науке и учебных дисциплинах и в географии в других учебных дисциплинах толщина земной коры различна самая толстая земная кора лежит под материками ее так и называют материковая земная кора она имеет толщину от 30 до 80 километров а самая тонкая она находится под океанами толщина этой корки под океанами океаническое дно всего 5 10 километров и называется она океаническая здесь мы как раз вот рассмотрели третий вопрос кору материков и океанов и так третий вопрос третий вопрос внешний слой земного шара это земная кора она бывает материковая то есть кора материков имеющий толщину 3080 километров и океаническую толщиной всего около пяти или десяти километров таким образом мы два вопроса рассмотрели третий вопрос он очень короткий ну как сказать конечно можно и часами говорить о каве материков и океанов ну в данном случае этого материала достаточно этих сведений четвертый вопрос изучение нет недр земли и так недра земли если земной корой принципе все понятно и ведь человеку уже тысячи лет кору нашей планеты постоянно копает находят в ней различные полезные ископаемые которые необходимы человеку и руды и минералы и глину и песок и так далее и угли и нефть добывает и газ добывает поэтому уже давно земная кора самым внимательным образом изучается специальной наукой геологией геологи изучают горные породы которые видны в обрывах на крутых берегах на склонах гор из изучению земной коры помогает создание шахт которых добывает разные полезные ископаемые если это необходимо также бурение глубоких скважин производится в земной коре и самая большая более 11 километров 11 тысяч метров даже даже 12 почти 12 в некоторых источниках дается что кольская скважина она даже более 12 километров из этих скважин с большой глубины извлекают образцы горных пород и по ним судят о строении земной коры еще раз самая глубокая в мире скважина находится в нашей стране она была произведена пробурена еще в советское время расположена она на кольском полуострове а глубина ее 12 тысяч метров даже чуть чуть более 12 тысяч метров ну а для того чтобы заглянуть еще глубже тут уже геология не помогает более глубокими слоями земли занимается наука под названием геофизика и в дальнейшем мы будем о геофизике много с вами говорить но естественно геофизический материал то есть эта наука нам необходимо постольку поскольку потому что изучаем все-таки мы географию и следующий наш вопрос завершающий данный урок это лип и завершаем мы вопросом литосфера этот вопрос небольшой так как у нас вся глава весь раздел так и именуется литосфера мы даже в теме предпослали красным вот верху на нашей схемке написано сначала сам раздел проименован литосфера здесь мы очень коротко закончим первый разговор о строении земли который для нас пока не выяснен что же такое литосфера перевод слова с греческого означает камень литос камень а сфера шар или в данном случае оболочка кстати сказать наша земля на полюсах приз приплюснута раньше представляли географы что земной земной шар он похож на тыкву приплюснут сверху и снизу на самом же деле когда человек побывал в космосе это приплюснутость очень своеобразная и наша земля скорее всего напоминает грушу внизу она сильнее приплюснута вверху чуть-чуть приподнята и тоже приплюснута вот такое интересное строение нашей земли но все же литосфера это твердая оболочка нашей планеты но это не земная кора земная кора это лишь часть литосферы у нас ведь не только земная кора твердая под ней лежит верхняя мантия она у нас тоже твердая таким образом мы подошли к заданиям на дом что необходимо повторить и так повторим главное первое земной шар имеет слоистое строение он состоит из трех основных слоев в центре земли находится твердое железное ядро радиусом около трех с половиной тысяч километров температура внутри ядра достигает 6000 градусов может быть чуть чуть более второй вопрос ядро окружено мантией она имеет толщину около двух тысяч девятисот километров температура в ней превышает ну несколько превышает 2000 градусов по цельсию выделяет нижнюю мантию твердую среднюю полужидкую и верхнюю твердую и средний слой мантии полужидкий он как раз является причиной вулканической деятельности на нашей планете третий вопрос что мы повторим в главном внешний слой земного шара называется земной корой различают два вида земной коры материковую толщина который составляет от 30 до 80 километров и океаническую океанический вид земной коры его толщина колеблется от 5 до 10 километров и наконец четвертая литосфера это твердая оболочка земли она включает земную земную кору и верхнюю мантию какие понятия мы должны заучить наизусть выяснить должны во первых какие слои выделяются в строении земного шара 2 что нам известно о земном ядре 3 какова толщина мантии 4 какие существуют виды земной коры 5 какими способами изучается внутреннее строение земли и 6 что такое литосфера а заучить нам необходимо какое строение мантии земли это первое второе зачем нужно изучать внутреннее строение земли третье нужно найти место для сверх глубокой скважины с помощью которой можно проникнуть в мантию земли где нужно ее расположить и почему 4 как с глубиной меняется температура в недрах земли и пятый вопрос сложный сложный которые нам нужно хорошо освоить это средняя толщина какой оболочки больше литосферы или земной коры спасибо за внимание жду вас на следующих наших видео уроках так Продолжение следует...